Пролетарии всех стран, соединяйтесь! С именем Перуна приветствую вас, уважаемые зрители и слушатели нашего канала и неуважаемые зрители и слушатели нашего канала. Глава седьмая. Основы органической идеологии государства. Здесь у нас будет и Платон, и древняя гражданская община, и Аристотель, и Геллер, и Ковалевский, и от прямого народничества, и так далее, и так далее. Сейчас все это разберем. Социальная мистика, сводящая все источники власти к божеству, тем самым совершенно отрицает самостоятельную роль классовых и сословных различий, которые рождаются в каждом обществе, составленном из многих разнородных частей. Там, где все сводится к божеству, к воле Бога, сводятся и социальные различия. Сам по себе человек не имеет значения. Он получает таковое лишь постольку, поскольку в него вселяется Бог, избирает его своим сосудом. С этой точки зрения перед Богом все равны. Поскольку речь идет по человечеству, неравенство же наступает лишь тогда, когда Бог в разной степени одаряется своей благодатью тех или иных верующих. В этом смысле мистику можно назвать демократическим методом идеологических построений. И он всегда может быть направлен к противоположению двух полюсов – всемогущего единого Бога и столь же единой массы земных и греховных людей. Мы уже видели выше, что мистика сама в себе дает диалектическое развитие, способное с равным успехом уклоняться направо, налево, в сторону теократического абсолютизма и в сторону мистической анархии. Если даже на мистической почве мы встречаем целый ряд общественных соединений, вроде церкви и священной империи, соперничающих различных церквей и религиозных обществ, то все эти соединения принципиально отрицают друг друга, требуют каждой для себя верховной власти, признают лишь за собой моральное право на существование. Таким образом, можно сказать, что мистический принцип представляет собой столь же основу для спасения громадных пассивных масс, единое целое, сколь и начало, рождающее самую отчаянную борьбу и всеобщие раздоры. Если одним словом оценить социальные возможности мистической идеологии, то можно сказать, что она является, с одной стороны, самой исключительной, истерпимой, самой насильственной и властной. С другой, самой неустойчивой и капризной, и смысл человеческого разума, человеческого разумного руководства, вместе с тем и наименее зависимой от человеческих целей и потребностей. Бог распределяет власть, как хочет, направляет человеческие судьбы по своей воле, строит и разрушает, где и как ему угодно. Полное отрицание органической связи, классового порядка и неизменности рассложившихся форм становится неизбежным выводом чистой и мистической идеологии. Наряду с деспотизмом в мистике вечно скрыто пламя религиозного бунта и революции. Там, где есть чудо и не может быть твердого и крепкого земного политического строя. Ясно отсюда, что когда явилась потребность обосновать власть не ради Бога, а ради самих людей, а вместе с тем укрепить ее так, чтобы никто больше не поколебал ее, был применен в дело тот метод, который в известных кругах дал уже благие результаты и отвечал вполне психологии определенных социальных групп. В самом деле первоначальный род уже создал признаки естественного организма и обладала особым главой, старшиной, родоначальником или патриархом. Власть родового старшины, независимо от религиозного освящения, носила своеобразный характер уже потому, что она непосредственно оправдывала положением старшего в качестве отца целого поколения детей. Его положением как хозяина, распределителя, родовым имуществом. Наконец, его опытностью и умением как человека, много выдающегося на своем веку, видавшего на своем веку, извините. Вместе с тем, отец или патриарх не есть нечто чуждое семье. Он стоит над ней. Не над ней точнее, а в ней. Это его кровь течет в жилах последующих поколений. Это его жизнь унаследования от бессмертного рода. Продолжает жить и в потомках. И не надо никаких искусственных мер для того, чтобы связать интересы патриарха с интересами рода. Это делается само собой. Когда властвует отец, он делает это не для себя, а для всех, для рода. Сам себя подчиняет он интересам целого и не чувствует себя ни собственником, ни деспотом. Как бы ни было безграничное послушание его естественных и приемных детей. В чем вам тут не славяно-арийские веды, а? Ну, пожалуйста, в чистом виде ведут. Ну, вот есть веды, да. Такая власть патриарха. В одном месте более ограниченная, в другом более свободная. Дает в результате два основных типа. Как выяснил в свое время Липерт. Как только семья род приходит в соприкосновение с другими и образует с ними вместе сложное целое, то отечественная фамильная власть неизбежно изменяется. Или она уступает место одному общему отцу, который становится как высший патриарх над всеми подчиненными, причем последние переходят на положение его детей. Или такой общий отец в известных случаях ограничивается согласием других подчиненных ему отцов. Или же, наконец, вместо такого одного общего и высшего отца занимает собрание всех отцов, стоящих во главе отдельных родов и других родовых единиц. Само собой разумеется, что там, где совершилось завоевание одним племенем других, там организация становится сложнее и над отцами, покоренных все победители, не исключая детей их, становится по отношению к ним побежденными отцами. Исторический процесс развития семьи рода, владеющего сообща землей на своем участке, развитие, которое в конце концов приводит к распадению этого рода и к установлению чисто хозяйственной подземельной общины, сменившей собой родовую общину за другую, а по мнению некоторых исследователей и русскую верь. Это для нас не так уж здесь и важно. Но как раз в этом родовом порядке лежит источник тех идей, при помощи которых затем в продолжение веков организуется землевдетческая Европа. Если считать, что родовой принцип есть начало по существу аристократическое, то нельзя же не отметить здесь в высшей степени замечательной схемы, которая дает нам процесс перемещения родовых начал снизу вверх. Ёлки-палки, насколько тут диалектический человек говорит. Без парадокса с той точки зрения можно утверждать, что корень патриархального аристократизма лежит в каждой крепкой и богатой крестьянской семье. Это родоначальник аристократов в потенции или возможности. И недаром говорят про детское крестьянство, что оно образовало из себя дворянство своей страны. И такая же аристократические черты находит рельеф в современном немецком крестьянстве. В эпоху разрезанного существования отдельных родов каждый родовой начальник был вместе и высшим начальником своей общины. При союзе многих общин и началах равноправия такие старейшины еще больше укрепляют свою власть и могут достичь корпоративной организации отцов сравнительно со всеми остальными детьми. При завоевании одним племенем другого родовая власть подчиненных туземных старших рейшин необходимо падает, родовая связь слабеет, а в конце концов и слабеется. Но зато крепнет родовая организация победителей. И здесь патриархальное начало достигает высшего расцвета. Такую картину мы наблюдаем как раз в системе феодализма. Во всех его проявлениях, где разложившемуся роду внизу соответствует крепкая родовая организация наверху. То есть вниз род разложился, наверху род укрепился. Ну, снова это диалектика. Но и феодализм очень часто уступает путь крепкой наследственной монархии. Такое развитие неизбежно приводит к ослаблению родового начала. Среди бывших независимых феодалов. К ослабленному разбитому крестьянскому роду присоединяются обломки феодальной аристократии, ослабленной служебным и территориальным принципом. Но род все же продолжает свое существование в исключительно чистой форме. Он сосредотачивается отныне лишь в одном пункте, а именно в династии, которая и сохраняет до последней минуты тысячелетние черты старинного патриархального рода. Неудивительно теперь, что как раз у арийцев термины понятия и идеи рода стали громадным идеологическим богатством, при помощи которого затем организовалось самое сложное и важное учреждение. В этой родовой идее надо искать источник и того органического мировоззрения, которое сделал Гирке особенностью германской политической идеологии. Уже в первобытном патриархальном строе находим мы чрезвычайное развитие власти отца, домовладыки. У древних евреев отец имел право жизни и смерти над домочадцами, право продажи своих дочерей. Дети отбирались в качестве его собственности за долги, а повиновение родителю не только было поставлено в заповедях непосредственно за повиновением богу, но и ограждалось такими наказаниями, как смерть и побиение камнями. То же самое мы находим и в Риме, где члены семьи были лишены всех прав, а отец семьи имел право не только выбрасывать или продавать их, но и подвергать смертной казни. В Греции встречаются аналогичные постановления. У кельтов, у германцев имеются подобные же примеры. Не говорим уже об египтянах, индусах, китайцах, японцах, где сыновья любовь, главная из всех добродетелей, и секрет нравственной обязанности лежит в послушании ей же корень повиновения родителя. Такая этика оказалась вполне пригодной, чтобы обосновать повиновение более высоким и крупным отцам, царям и патриархам вместе, которые становятся во главе целых племен. Такие отцы – самое обычное явление древней истории, где мы находим в виде царей именно таких крупных и богатых родоначальников. Приведем несколько примеров. Уже Аураам является одним из таких, и Библия рисует нам его богатым, мелким и крупным скотом, серебром и золотом и всяким имуществом. У него мы находим и ослов, и верблюдов, и рабы, и нерабов, и пастухов, и даже особого старшего в доме, раба, управляющего всем в доме его. И кроме Аураама, рядом с ним находится целая масса других же таких мелких царей, которые все живут в какой-нибудь одной небольшой долине. В битве, в которой современником был Адам, сражались целых девять царей. Подобным же образом рисует нам своих царей Иганер. У ахейцев перечисляет он массы царей, богатых широкими полями и тучными пивами, виноградниками, стадами и колесницами и конями, кораблями и дружиной. Нечего и говорить, что эти цари вполне совпадают с германскими знатными Тацита, с королями во главе, и с ирландскими Буэрами, или коровьим дворянством, и с нашими и славянскими господарями, кметами и князьями. Такой царь один из многих, кормилец и отец старейшина племени или рода. Если мы пожелаем характеризовать отношение такого патриарха к подвластным ему людям, то для этого нет нужны заглядывать особенно глубоко в историю. Дело в том, что каждый помещик на земле, которого различаются господские участки, крестьянская запашка, может только под тем условием сохранить владение живыми душами своих крестьян, что, отказавшись от применения на практике строгого принципа собственности, он воскресит под его оболочкой тот патриархальный уклад, который зыждется на противоположении отца семейства его детям. Если рабство было сравнительно переносным институтом, в тех случаях, когда раб входил в общий состав семьи, то не нужно сказать, то нужно же сказать о крепостном праве. Отчительный государь, помещик, милостовый господин, опытный энергичный хозяин, вот он отнюдь не противопоставляет себе своих подданных, как рабочее лицо, подлежащее безжалостной эксплуатации в пользу помещика. Отнюдь нет. Крепостничество выработало свой идеальный романтический образ доброго барина, отца-батюшки, который заботится прежде всего о своих детках-крестьянах, об успешности всего хозяйства в целом. Подобно родовому владыке, он предоставляет значительную свободу мирскому общинному самоуправлению. Без нужды он не трогает крестьянской земли, не отягощает барщиной и поборами. Он знает хорошо дом и хозяйство каждого крепостного, знает силы каждого двора, действует со строгостью, но не разоряет непосильной работы. Прямо слово пацана. Шучу. Наоборот, дом помещика и его амбары заменяют собой тот прежний родовой дом за дружного или родового хозяйства, в котором не только справились общие признаки, праздники признаки, но и хранились источники помощи каждому, кого постигала какая-либо беда. Место прежнего родового очага знала церковь, находящаяся рядом с господским домом. Место общего склада родового имущества, магазины и сараи батюшки барина. И когда у крестьянина наступает неурожай, когда его посещает красный петух, падеж скота, болезни и какое-либо другое бедствие, за него не только молится батюшка-поп, но и дает ему суду, помощь, орудие или серебро батюшка-барин. Если посмотреть на власть помещика-крепостника с точки зрения патриархальной идеологии, получают объяснение те институты, чудовищность которых так поражает нас. В качестве отца, благодетеля и кормильца помещик не только ведет всю организацию хозяйства на господской крестьянской земле, но как батюшка-отец патриархи-владыка, он заведует браками своих детей, воспитывает их, наказывает, а в силу древнего патриархального права даже продает их или подвергает казни. Само собой разумеется, что рядом с добрыми отцами бывают и злые отцы, деспоты и тираны. Но как дети не могут уйти от своих родителей, так и не могут уйти крепостные от своих прирожденных господ. И в известный период развития хозяйства без таких отцов было почти невозможно преимуществовать, просуществовать к христианину. И тогда помещики были, по большей частью, добрыми отцами. Злыми стали лишь тогда, когда рушилось вот это вот замкнутое домашнее хозяйство крупного землевладения и в аграрную среду вторгся денежный капитал. Родовая идеализация и романтика с не меньшим успехом послужила к объяснению власти и привилегий дворян в отличие от всех других. Еще у индусов мы находим противоположные высших каст ниши, как отцов детям. Самый маленький браман требует такого почтения со стороны Вассия и Судры, какое подобает в отношении ребенка к своему отцу. Отцам по отношению к покоренным народностям называют себя греческие эвпатриды, лаконские спортиаты, римские патриции или отцы. Ну, патры, а патры, папа, то есть папа. По отношению друг к другу они придерживаются братских отношений, представляя собой как бы потомство одного и того же героя-родоначальника, полубога, титана или мифического мудреца. Считаясь отцами в государстве республиканского склада, будучи отцами по отношению к низшим при монархическом строе, они, в свою очередь, являются старшими сыновьями того общего и высшего отца, который властвует над ними в качестве царя или короля. Но в таком сложном государстве иерархические отношения получают двоякий характер. С одной стороны, между низшими, высшими и царем, а с другой, эта иерархия основывается на более глубокой, а именно иерархии первоначальных родоначальников. В родовом обществе никто не владеет правами сам по себе, по своему личному, индивидуальному праву. Но всякий получает эти права от рода. Род же, в свою очередь, получает их от родоначальника. Таким путем, в каждый данный момент властвуют не данные патриэс и не старший из них рэкс, но властвуют родоначальники тех и других, властвуют первоначальные предки и власть только временно осуществляется данным потомством. Отсюда чрезвычайное значение крови в патриархальной идеологии и забота об ее чистоте. Отсюда же и перенесение способности властвовать и царить на кровь, как таковую, и развлечение лучших и худших сортов крови, одних способных к господству, других только к подчинению. Отсюда необходимый переход патриархальной теории к антропологической, которая вначале отнюдь не занимается объективными свойствами расы, ее физиологическим и психологическим составом, но только чистотой происхождения от Ромула и Рэма, то от Августа, то от мифических героев Текроноса, Текропса, Энея и других. То от Авраама и его потомков. И если мы перейдем к пониманию целого государства, проникнуто чисто родовой патриархальной идеологией, мы найдем в нем целый ряд своеобразных отношений. Прежде всего, это иерархия родоначальников, которой старшему подчиняется младший. От каждого из родоначальников идут далее старшие и младшие роды. Причем, роду патриарха соответствует царский род, потомство его детей образует патрицианские знатные роды, потомство младших родственников простое дворянство, правнуки, клиентов, рабов, вольноотпущенников и крестьян родоначальника образуют из себя низшие подвластные классы. Но каждый из потомков старшей и младшей линии в свою очередь образует вокруг себя соединение младших и старших клиентов, рабов и крепостных. Причем, младшие даже несвободные члены каждой такой отдельной семейной ячейки становятся выше, чем потомки лучшего родоначальника, опирающегося только на свое происхождение. Так и иерархия родов перекрещивается новой иерархией, которая устанавливается в пределах каждого отдельного высшего или низшего рода. Каждый потомок высшего рода, относясь как к детям и родственникам, к тем людям, которые ему служат и на него работают, этим самым возвышают их на более выдающийся ну так сказать ранг, чем даже по принципу более высокого поставленного, чем более высокие поставленные потомки лучших прародителей. В такой способности родовой идеологии пребывать при помощи патриархального принципа прирожденных порядков, установленные родоначальниками, лежит несомненно идейный момент, способный внести разложение встроенный порядок родовой системы и открыть в нее доступ новому началу, а именно принципу служебной, а в силу этого и семейной близости к высокопоставленному лицу, кумовству по нашему современному. Родовой принцип дает политические идеологии еще одну высшей степени важную мысль. Таковой бесспорной является идея с одной стороны общеродовых собраний, а с другой советов или совещаний старших родственников. Ну собственно говоря, СССР базировался на общеродовом принципе. Такие собрания меньше всего можно смешивать с представительством большинства или с осуществлением индивидуальных политических прав. Если где-нибудь подходит слово органический, то именно здесь. И отсюда же вытекает тот на первый взгляд беспорядочный характер, который присущ таковым родовым и племенным сборищам. Тут совершенно не важно, чтобы были соблюдены формальные условия правильного созыва, строго определенного состава, хворума. И точно так же не имеет существенного значения, кто первый начинает речь, как ведется обсуждение вопроса, как происходит само голосование. Родственники, свои люди, они непосредственные носители идеи рода, опекуны младших, хозяева общего добра, защитники и руководители коллективной работы. Было бы странно и смешно, если бы эти люди, связанные друг с другом чувством родственной любви, почитанием старших, ощущением в себе общую кровь, чтобы они подвергли себя каким-то нелепым стеснением в деле обсуждения всем общего и доброго дела. Вот почему народные собрания и советы старейшин у германцев, греков, римлян и славян все отличаются общими чертами, которые совершенно непонятны, если отвергнуть идею родовой органической близости участников собраний, если не признать, что собрания эти почти с биологической точностью являются настоящими органами родового или племенного тела. И если бы органическая теория вместо того, чтобы придумывать чудовищные аналоги между биологическими и социальными организмами искала довод в пользу своих положений в той идеологии, которая вырастает на хозяйственной связи родовой общины, на кровной близности рода, племени, на патриархальной организации общности родоначальника и потомков, то она была бы безусловно права. И нет ничего удивительного в том, что с последовательным ростом родовых соединений, даже с переходом их в сословные государства и государства города, прежняя родовая идея осталась и свои формы придала безмерно более широким соединениям, более сложным институтам. Ну, то есть кумовство это вот братство крови, оно передается везде. В том числе и вот этот клановый современный капитализм трестов и так далее. Если родоначальник превратился в царя, патриции создали сенат, а первоначальное вечевое собрание превратилось в собрание курии, центурий, фратрии или трип, то принцип остался один и тот же. Будучи этико-органическим, а не строго юридическим институтом, все эти учреждения носят на себе следы великой патриархальности. Все происходит от души. Ораторы действуют по простоте. И хотя споры подчас доходят до настоящей драки, но решение всегда единогласное. Из ораторов побеждает тот, кто скажет дельное слово. Большую роль играет авторитет опыта и старости. Под влиянием необходимости перерешиваются без всяких затруднений дела. И участники в собрании, применяв то или иное решение, сейчас же сами приводят его в исполнение. И когда на таком собрании производятся выборы герцогов, князей, вождей или судей, то опять-таки это не есть юридическое поручение или представительство. Нет. Это лишь избрание из себя своего же подходящего выдающегося члена, который лучше всего сделает общее дело, в котором крепче всего живет отец, защитник, хозяин. Одним словом, живое воплощение рода. Это только признание, что избранные в действительности есть лучшее уместилище родовых или племенных целей, чувств, задачи и так далее и тому подобное. И такой избранник действует не командой или приказанием, а прежде всего личным примером и моральным авторитетом. О власти в современном смысле слова здесь и говорить нельзя. Понимаете, в чем? Какой там пример тот же Зеленский дает, Путин, Байт, премьер, мы все знаем, что это послушные попугаи, что люди, которые стоят за ними, они там оказались далеко не целями защиты племени, так сказать, общих родовых традиций, либо общего дела, направленного на интересы большинства, на интересы всего рода человеческого. Мы знаем, как они там оказались, эти поганцы. Паганец это пейган, это язычник, но тем не менее. Но по отношению к нам они язычники, мы по отношению к ним правь славим, правильное построение мыслей, которые ставятся на общее дело. В последующем историческом развитии родовая идея терпела весьма много видоизменений. Первоначальная вещь впоследствии сменилась сословным сеймом, а затем и парламентом. Патриархальный король, отец, батюшка, судья, жрец, военачальник, самый мудрый, самый знатный, самый богатый и справедливый уступил место царю божьей милости или президенту народным избранием. Но до настоящего времени осталось социальные ячейки, общественные группы и организации, где можно почти в нетронутом виде созерцать хотя бы некоторые древние институты. Крестьянский мир в странах, где еще сохранилось общинное землевладение, родовые советы в дворянских обществах той или другой отдельной фамилии. Наконец, организации современных династий дают нам достаточно материала для восстановления полной картины родовой идеологии. В особенности, однако, в чистом виде такая идеология применяется и теперь в организации монархической династии, стоящих в значительной степени вне и над современным государством. Здесь мы находим прежде всего определенное династическое имущество, которое подлежит автономному заведованию рода. Династия объединяет далее в себе всех лиц, происходящих от определенного родоначальника, независимо от того, в каких государствах члены династии проживают. Каждая династия далее представляет собой замкнутое кровное сообщество, члены которого не могут вступать в брак с лицами низшего происхождения без разрешения родового владыки. Сама монархическая власть является лишь достоянием рода в силу передачи ее от первого родоначальника и охватывает собой право отеческой власти и патриархальной опеки над поданными, как детьми или несвободными слугами и подзащитными родами. Такой род династии до сих пор сохранил в значительной степени право в государственное автономное законодательство, причем органами рода, как кровного целого является во-первых общее собрание членов рода, что можно назвать династией родовым вечем, затем особым совет старейшин составлен из глав или шефов старейших или младших линий и младших линий. Наконец глава династии в качестве непосредственного преемника прав старшего родоначальника, на которого и возлагается главное попечение богатств при успевании и блеске рода, так же, как о моральной дисциплине и поддержании порядка в средстве династии. И подобно тому, как ослушник рода, мятежник против патриархальной власти в древности подвергался изгнанию из родового общества и становился изгоем, лишенным огня и воды, точно так же и теперь нарушитель династических обычай и правил по дисциплинированному суду отлучается от состава династии и становится ее совершенно чужим и отлученным или изгоем. Керминология и церемониал отношений монарха и преданных в старинных европейских и азиатских монархиях чрезвычайно ярко отражают в себе патриархальный принцип. Все семейные частные дела монарха почитаются столь же близкими и важными для подданных как для него самого. В манифестах поэтому подданным предлагается радоваться рождению принцев и принцесс, их бракосочетанию, рождению новых членов семьи, их крещению и так далее и тому подобное. Наоборот, при горестях, при горестных событиях, как-то в случае болезни, смерти или какого-нибудь другого чисто семейного или чисто ганного чистанного несчастья частного частного извините членом династии обо всем этом не только обещается в самых прочувствованных выражениях все население, но предполагается, что оно живейшим образом принимает участие в горестях династии и вместе с тем скорбит, молится и проливает слезы. Подданные почитаются как бы входящим в состав некоторого большой семьи и хоть на положении младших ее членов, клиентов или даже несвободных слуг. Но тем не менее они обязаны узами чисто детской привязанности сыновей нежности и любви к своим опекунам или отцам в виде династии ее членов. И обращения поданных к монаркам в особенности к поздравлениям и выражениям сучувствия по поводу семейных событий среди династии весьма резко подчеркивают родовой патриархальный характер взаимных отношений. Подданные здесь в особых церемониальных формулах радуются личному семейному счастью монарха, плачут вместе над его горем и просят его принять выражение таких чувств, которые находят свою полную аналогию только в обращении клиента к родовому патрону, младшего родственника к великому отцу или подопечного крепостного к батюшке барину. Поэтому, ребята, не удивляйтесь, когда все там плакали, когда Сталин умер, потому что не все, но массы. Печаль, папа умер. На кого ты нас оставил? На этих предателей? Семейно-патриархальный момент современной монархической власти этим ставится вне всяких сомнений. Никакому президенту республики недоступна такая семейная интимная связь с народом, какая предполагается в каждой монархии, с ее возлюбленными, подданными и обожаемым и всемилостивившим отцом отечества. Это Лендо Светтер. Таковы основы родовой идеологии, которой пользуются идеей патриархальной семьи и родственными чувствами отцом, детей и подобных близких по крови людей, для того, чтобы при их помощи создать социальный организм, проникнутый идеальными типами любящего отца и преданных послушных детей. Эта идеология, как мы видим ниже, находит обширнейшее применение в современном государстве и на ее теоретическом аппарате построен целый ряд органических теорий, где в качестве организма выступает то государство, то общество, то сословие, ну, то семья. Этой же теории обязана своим происхождением предоставление того или иного социального органа. Отсюда же и великий соблазн перенести на мир общественных отношений учения о биологическом организме и его всевозможных органов. Все дело, однако, в том, что не только патриархальному и родовому романтизму мы можем противопоставить мистическую и рациональную идею государства, но и в рамках социальной эстетики, социального романтизма и сентиментальности мы можем найти идейные построения, которые с успехом противодействуют органическому воззрению на государство. Если мы теперь оторвемся от хозяйственной общины и выросшего на ней патриархального земледелия, землевладения, мы увидим, что первый удар родовому сознанию был нанесен, несмотря на все следующие компромиссы, специально военной идеологии. И несмотря на то, что обыкновенно родоначальниками считаются военные герои, а семейно-родовые отношения переносятся на отношения завоевателей к завоеванным, все же в конце концов боевая среда должна была привести к созданию своей особой, конкурирующей семейно-родовым понятиями и идеологией. Мда, военщина это зло на самом-то деле, ребята, это так я вкратце говорю, потому что война порождает уничтожение человека человеком. А обуздать войну можно только если ты семейные ценности общего дела, ставишь выше ценностей военного дела. Война, сопряженная с грабежом и захватом в плен покоренных, война, доступная далеко не одним лучшим, старейшим и богатым, но рядовым воинам, находявшимся в дружине того или иного вождя, она должна была быть той ареной, на которой впервые выступает в состязании с родовым авторитетом личная доблесть, сила и заслуга. И мы не только знаем об удивительных подвигах Саула и Давида из простых воинов, ставших царями, не только читаем о героических происхождениях индусских богатырей и гомеровских витязей, но имеем громадный исторический материал, который показывает нам, что даже несвободный человек, раб, отрок, оруженосец, путем воинской заслуги всегда могли подняться в ряды благородных рыцарей или стражей. С точки зрения воинской годности и доблести вполне последовательно выдвигает на первый план способность, где бы она ни была, прирожденную силу, ловкость, крепость и здоровье. И когда Платон организует своих стражей, термин, совершенно равнозначный с феодальным рыцарем, с японским буши или самураем, он предлагает не наследственную касту воинов, а специальный отбор из всех рождающихся детей, причем для воинского дела выбираются самые крепкие и красивые, безразлично от того, кто были их родители. Ох, коммунизмом пахнуло. Понятно отсюда, что именно воинская доблесть была тем началом, благодаря которому с одной стороны часто прорывалось сомкнутые патрицианские ряды для того, чтобы дать место плебейскому пришельцу, удачнику, грабителю и завоевателю, а с другой благодаря той же войне происходит постоянное смешение рас, так как не только жены побежденных переходят в обладание победителей, но и наиболее выдающиеся и доблезные из покоренных применяются властвующим в свои дружины. Но тут тут надо Михаила Рейсна все-таки поправить. Такого колоссального смешения рас все-таки не произошло, как рисуется. Виды себя все-таки сохраняют. Там в каких-то мелочах это проявляется. Если вспомнить, что история общества, особенно в первобытный и древний период, есть сплошная драка и война, то мы можем оценить всю громадность воинской доблести и удачи для организации государства и его государствующих слоев. Героический эпос преклонения перед воинской силой, романтизм битвы и рыцарской доблести, явления настолько всеобщие, что о них не приходится особенно распространяться. И выросшая на этой почве идеология естественно отличается от патриархальной родовой, которая многим, многими исследователями смешивается с первой. Сама власть и подчинение здесь получает своеобразный характер. Правда, воинская верность во многом напоминает нам послушание детей главе семейства. И мы очень часто встречаем девизы вроде «Верный до смерти! Я буду предан всю жизнь! От сердца служу королю!» и так далее, и тому подобное. Однако, эта верность, несмотря на все влияние родовых начал, отличается от сыновей уже тем, что она не есть прирожденная, а добровольная, которую взрослый, по общему правилу и свободный человек, сам избирает себе законом и правилом своей жизни. Вот сейчас, на вот этой вот злосчастной войне, по всему миру, которая идет во всех военных конфликтах, там воинов нету, там нету рыцарской доблести, там есть чисто услужение олигархам, послушание им, и мнимая, мнимая какая-то честь, которой нету, нету там, потому что честь всегда определяется твоими высшими целями. Какая твоя высшая цель? За свою землю повоевать, чтобы олигарху удружить? Ну, пожалуйста, удачи тебе. Служи с такими. Тьфу на тебя, кусок говна. Именно начало доброй воли свободного решения личного избрания, а кто сейчас воин, тогда скажете вы мне, да? Воин это тот, кто не сломил перед ударами буржуазии, кто готов умереть, сражаясь с этой буржуазией. Таких сейчас наверняка практически нет. Избрание придает рыцарской верности тот особый вид и свойства, которыми она отличается. И такое свободное решение оказывается тем более ценным, что из преклонения переданным бождем, героем, витязем, или из доверия к его доблести и дарованию свободный муж связывает себя повиновением и преданностью до самой смерти, а следовательно бросает самую свою жизнь своему гордому решению к ногам того или другого вождя. И примеры истории не только европейской, но и азиатской, примеры отовсюду, где только был феодализм, показывают нам, что такая верность, преданность и самоотвержение далеко не были пустыми словами. Трогательная история сорока семер японских рыцарей и ронинов, павших мстителями за честь своего господина смело может быть принято как девиз для всего западного рыцарства. Ну, 47 самураев, Акира Каврасава смотреть обязательно. Это величайшее кино именно о этой рыцарской доблести. Когда они защищали крестьян, ну, тут господина, там есть разные интерпретации, ну, например, крестьян защищали, да, ну, зарис, да нет, они просто так защищали, потому что их надо было защитить, они защитить себя не могли. Вы можете, у вас есть возможность защищать. Да, 47 самураев, ой, ну, там не 47 самураев, там 7 в итоге выступало самураев, да, там все это упростили, вот, до минимума, да, как бы, в рамках, так сказать, вести. А есть 47 Ронинов. Ну, это, как это объяснить, это как бы миф, миф и история, которая по-разному пересказывается разными авторами. И подобие этих историй мы встречаем, ну, где угодно. А Ронин, да, тот, кто лишился своего господина. Вот господина убили, а они мстителями стали, например. Но такая преданность имеет и свои принципы. Во-первых, она предполагает со стороны сюзерена, синьора, даймио или князя соблюдение с его стороны данных им взаимно обещаний защиты, покровительства и справедливости в деле распределения добычи. Вождь рыцарей должен первый бросаться в битву, должен биться впереди своей дружины, должен быть храбрее всех и выручать своих. Кстати, где у нас в советском фильме это было показано, тоже такой романтизм доблести, это Чапаю, когда он на картошках показывал, что впереди в атаку идешь, впереди будь в защите, стоишь в защите, будь сзади команды, вперед бросайся. Трус и обманщик, слабый и ничтожный человек, никогда не может быть главою храбрых, и такого человека все его воины и рыцари всегда имеют право покинуть хотя бы в самом критическом положении. Даже не считается преступлением перейти к его врагу, раз этот последний действительно соединяет в себе все качества витязей или героев. Так складывается система личных отношений, личных договоров, личных обязанностей и прав, которые, однако, тем резко и радикально отличаются от последующих субъективных или индивидуальных прав и отношений. Что здесь в основе лежит не абстрактно, правовой субъект, не общий средний психологический шаблон, а только данная конкретная личность, как этическое целое, как органическое соединение определенных психических свойств и внешнего положения. По принципу подобные отношения непереносимы. Вот почему со смертью данного сеньора кончаются и все обязанности вассалов по отношению к нему. Новый же сеньор нуждается в новом акте пожалования ему его владений и в новой присяге со стороны дружинников и держателей его земель. Должностное поручение, а не раздробление и не отчуждение прав представляет собой непередача власти и доходов, которые предпринимает сеньор, когда посылает от своего имени судей, начальников или иных комиссаров. Не по частному праву получают они предмет или благо частного гражданского оборота, но лишь в силу своих личных свойств, служивающих данное поручение или должность от имени господина и не от господина представляют они в области предоставленных им полномочий, а самих себе, как лицу достойных награды и высокого поручения со стороны сеньора. Слово пацана кровь на асфальте тоже типично показано, как вот есть там старший Кощей, сеньор, потом Вова Адидас, типично, да, это оно, это оно. Поземельные отношения, которые сложились в феодаль, имеются ввиду именно как отношения, не то, что там привязанность к какому-то определенному историческому периоду, просто подобие воспроизведенное вот так. Ну вот, а поземельные отношения, которые сложились в феодальную эпоху, носят на себе яркий отпечаток той же рыцарской идеологии. Рыцарь по принципу вовсе не должен быть землевладельцем, вполне достаточно, если он только воин. Отсюда возможность странствующих рыцарей, рыцарей-монахов и так далее, и тому подобное. Как мы увидим дальше, на примере арабского рыцарства, у них рыцарями специально было запрещено землевладение, чего еще раньше требовал Платон для своих стражей. Если рыцарь становился в известном отношении к земле, то обыкновенно он получал от ленного господина не алот или вотчину, а феод или поместье, которое находилось лишь в его условном владении, покуда он несет определенную службу, исправляет должность или иное поручение со стороны господина. Поместьем или феодом называлось такое феодальное владение, которое представлялось только личному данному рыцарю. Обыкновенно лишь пожизненное пользование как своего рода подземельное жалование или содержание, дающее ему возможность снарядить себя и определенное количество вооруженной дружины, чтобы по первому зову господина вступить на войну. Так как обыкновенно вместе с таким поместьем владельцу предоставились также права суда и расправы, а также получение определенных сборов, следуемых сеньору, то подобные феоды сравнительно мало отличались от тех пожалований, которые связывались с поручением на местных и судебных должностей. Тогда какой-нибудь рыцарь начинался графом, воеводой и судьей той или иной местности, то обыкновенно со своего округа он получал определенные доходы, которые близко подходят к тем, какие платили феодальному держателю, живущие в его поместье, свободные и несвободные люди. Таковое приближение к должностному жалованию понятия феода или лена привело к тому, что в феодальном обществе совершались сделки, совершенно непонятные с точки зрения личной собственности. Таковы хотя бы договоры коммендации, часто практиковавшиеся между собственниками плохо защищенных от вражеского нападения земель и важными ленными господами. В этих случаях собственных земли добровольно делал ее одним из леном своего господина, с тем, чтобы тот вместе со своим мощным покровительством отдал этот новый феод бывшему собственнику для наследованного пользования. только на почве извращения феодальных отношений совершился переход и графских округов, и феодальных поместьей, и коммендированных земель в отчину и собственность того или иного ленного господина на наследственный переход феода из поколения поколения с допущением женского наследования и наследования малолетних детей является ярким показателем такого извращения личного начала положенного в основу всех феодальных отношений. Сознание личности извращения когда смотришь эту игру престолов просто маразматики финалы делать дом дракона маразмы какие-то что вы понаделывали ну ладно фэнтезиа для быдла пойдет для быдла же сняли а для кого а для кого это снято ладно первый сезон игры престолов еще мужики там чувствуются да вот феодализм пахнет феодализмом потом бабы на первый план вышли дом дракона там вообще чернокожему парня запихнули феодальную так сказать подобие Европы фэнтезийную надели ему на голову швабру зачем ребята вы явно у вас что-то с головой какие-то проблемы у создателей этих ну они не виноваты им сказали так делай вот они и делают да сознание личности воина лежит в основе тех вооруженных собраний на которых перед войной во время военных действий собирали все полноправные участники похода такие собрания носившие очень часто характер смотров редко отличались особенной продолжительностью или упорядоченным производством очень часто такие полупарады полувечевая сходка воспринимали заимствованные из родовой организации строя и разница между ними была небольшая в то время когда каждая категория родов или кури была приписана к особому роду войска к его делениям деления на сотни центурии тысячи и так далее и тому подобное уже составляет переход к чисто военному вечу которая решает дела простыми криками одобрения стуком оружия о щиты и иными воинскими знаками одной из особенных функций таких собраний является избрание вождей сопровождаемое особыми обрядами вроде поднимания их на щит само собой разумеется что в таких собраниях случаи разногласия сопровождались гораздо более серьезными последствиями чем споры и раздоры на сходах родовой общины воины решали спор оружием или же прямо отказывались повиноваться своим вождям рядом с военным вещем майскими и мартовскими полями мы имеем конечно и среди воинов особый совет старейшей дружин воеводов и начальников которые в силу своих знаний многочисленности личной дружины обладают авторитетом в глазах главного вождя тоже в игре престола в первых сезонах это видно Роберт Баратион приехал как бы к своему потомому но тот имеет уважение у Старка больше войск поэтому Болтоны там Карстарки и еще прочие не ему служат васыляют им но если порядок на военном вещи и даже самая необходимость единогласного решения представляется несущественной то еще более совещательный характер имеет такой стратегический совет который постоянно колеблется между подчинением герцогу или князю и свободным усмотрением каждого вождя от которого зависит присоединиться к походу с дружиной или нет мы теперь видим какое громадное значение играет личный принцип феодальном обществе и это начало дает вместе с тем весьма замечательные черты всем отношениям средневековья здесь больше всего играет роль понятие рыцарской личности личности мужа и воина оно кладет границу возможному расширению тех или иных правоотношений это черта рыцарской личности получает специальное наименование чести поскольку индивид городского цивильного права есть индивид лишенный каких-нибудь сдержек внутри себя кроме корыстного расчета свойственен всякому приобретателю поскольку в самом субъекте феодальных отношений лежит признак качественно обозначенного поведения определенного изнутри рыцарского доблестью и выражающего вовне в понятии чести целый ряд сделок и правоотношений исключается из феодального оборота лишь потому что он несовместим с понятием рыцарской личности как таковой рыцарь смел открыт правдив и силен отсюда рыцарь не может быть ничьим рабом он не может обманывать в обмене не может торговать или работать за плату он сам дарит и получает дары рыцарь великодушен и милостив к слабым гостеприимен и щедр поэтому он не может отдавать наим его имущество брать блату за гостеприимство или торговать своей милостью и расположением рыцарь не может быть ростовщиком вот как только британская монархия возвела в рыцари там сэры перры и прочих там ротшильдов это какой-то сюрреализм просто ростовщиков менял этих самых спекулянтов сделать рыцарями с другой стороны рыцарь не должен присягать и клясться когда он что-нибудь обещает его слово верно он скорее погибнет чем нарушит его по отношению к рыцарю не нужны ни гарантии ни устойки ни даже суды таков идеальный образ который полагается в основу правовой системы феодализма и особый романтический эпос церемониал рыцарского обращения воспитания от малых лет до седых волос должны обеспечить торжество этому идеалу и сама религиозная идея принимает романтический вид становится на страже воинской этики возведенной в перл создание восток и запад одинаково работали над созданием этого идеала и пожалуй даже более восток у арабов и японцев находим мы такие высокие творения рыцарской идеологии с которыми едва может сравниться рыцарский культ на западе и в самом деле европейские воины впервые у мавров и сарацин выучились понятием воинского благородства как известно у арабов все воины образовали особую корпорацию которая опираясь на кочевой образ жизни отрицала принципиально присвоение каких-либо пахотных земель и довольствовалась исключительно дележом добычи полученной из завоеванных областей или дани которую доставляли покоренные народы платоновский идеал военного общежития лишенного земельной собственности и потребляющего сообща доходы с невоенных классов казалось арабам был воплощен в совершенстве арабы преданные исключительно военному делу тут тоже интересно тогда ведь когда-то понятие арабы относилось ко всем ученым ученых как бы взяли тут тоже начинается как бы игра слов мы сейчас имеем арабы в современном понятии ведя войну с одной только целью доставить торжество божественной правды неминуемо должны были превратиться в своего рода рыцарский орден где военное ремесло и военная доблесть получили высшее моральное значение и наоборот святая война бывшая делом служения истин религиозным подвигом во имя всемогущего бога не могла быть достоянием грязных рук нечистых помыслов и стремлений святую войну вели святые воины воинская доблесть стала высшим подвигом воинская честь делалась признаком божественного озарения так сложилась красота рыцарского идеала образ воина подвижника отрицающего разврат пьянство корыстолюбие и жадность воина защитника бедных и угнетенных сурового искоренителя греха помощника и верного слуги пророка на почве такого понимания военного дела неминуемо служилось особое правило борьбы где личная доблесть могла получить наибольшее призвание признание где открытый бой один на один дуэль или божий поединок стал высшей формой проявления святости где хитрость и обман отвергались уже потому что ни бог не нуждается в обмане ни божье дело не может быть им запятнуло мы видим на самом деле что арабы чрезвычайно терпимо относились покоренным народностям не только не мешали но даже способствовали просветанию их промышленных и торговых занятий заменяли массу повинностей и барщин прямыми пропорциональным обложением уничтожали таможни и водворяли безопасность мир и порядок там где до сих пор шли бесконечный кровавый раздор конечно идея рыцарства не была новой для средневековой Европы уже потому что до нее были Грица и Рим где образ воина-героя был одним из определяющих общественную жизнь как раз Лаконская и Крисская конституции были основаны на том властвовании воинов-рыцарей воинов-подвижников которые с таковой поразительной силой воспел Платон в своем идеальном государстве воинству непонятными и произвольными представляются все комментарии на платоновское государство если только посмотреть на него с точки зрения войской идеологии многих поражает в платоновском идеале его социальный аристократизм связанный с коммунистическим общением имуществ общность и равноправие женщин и суровым испытанием для участников коммунистического общения да вот не понимают они этих философов Миша сколько ни старайся у нас и все равно вот как-нибудь достучимся достучимся может через рациональность получится однако все это объясняется чрезвычайно просто воспитание воинов или стражей в платоновском коммуни отличается разве излишней политической строгостью от того что мы знаем относительно воспитание юношей у спартанцев средневековой Европе или японцев в эпоху господства у них феодализма везде встречаем мы закаление детей от холода и голода воспитание выдержки и выносливности умение переносить все возможные невзгоды в любом японском руководстве воспитания рыцаря находим мы не только ограждение детей от всяких раз 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 нерживающих влияний и внушения им правил послушания старшему любви к рыцарским подвигам но и указания как пользоваться для этой цели мифами героическим эпосом музыкой играми другими средствами внедрения романтических чувств и точно так же начиная со спорт театра и кончая японцами находим мы везде то отношение к женщине которая так многих поражает у платона да и у всех народов исполненных рыцарского романтизма находим мы одинаковое воспитание женщин и мужчин и сравнительную свободу половых связей и если брак у них всех является очень строгим институтом своего рода питомником для выращивания воинской молодежи то с другой стороны рядом с героической матроной находим мы более или менее обширный класс наложниц гиттер чайных девушек гейши или женщин посвященных богам посвященных богам которые с успехом вознаграждают воинов за строгость их домашнего быта если у арабов единобрачие дополнялось очень скоро видением вторых женщин наложниц и в самую семью то в средневековой европе мы находим особые корпорации веселых девушек которые возмещали рыцарю недостатков любви в кругу его семейного очага когда Платон предлагает воспитание женщин на одинаковых условиях как и мужчин то это оправдывается вполне историческими примерами и если он далее рекомендует воинам общение жен а вернее институт временных браков то опять-таки он здесь не только сводит воедино два типа брачных и любовных отношений воинской среды но и предвосхищает тот институт временного брака который в действительности и был создан феодальной Японией точно так же нельзя видеть никакого особого социализма или коммунизма в обществе имуществ Платоновских стражей в общности это не больше не меньше как тот общий походный котел из которого всегда и везде кормятся воины всего мира что касается общих жилищ и общих обедов в мирное время то как раз воплощение этого идеала находим мы у спортиатов и у средневековых рыцарей и монахов и наконец в каждой современной казарме точно так же нельзя упрекнуть Платона из-за его стремления сделать жизнь воинов особенно воздержанной скудной и простой таковому правилу следовали все мудрые полководцы не без основания полагавшие что рост скаж губит силу и твердость воина но в одном отношении Платон заслуживает действительной упреки он изгонявший всякую поэзию и жизни своих стражей тем самым не только сделал ее простой но и безмерно сухой и скучной он забыл о том что совершенно исключительную потребность воинского быта составляет изящество красота чувствительность романтизм которые одни могут во дворить равновесие в военной среде и предотвратить обращение рыцарей в стадо диких кровожадных зверей да поэзия а вы что думаете что он просто так этот шаман я русский поет поэзия сказочный фантастический ну эта поэзия направлена в интересах буржуазии так сказать держать свое звере в узде ну точно так же в Украине на Украине то же самое сказочный фантастический элемент был всегда насущной потребностью именно военной среды и всяких занятий связанных с опасностью для жизни это было прежде всего делом психологической необходимости человек переживший страшные опасности бывший на волосок от смерти вполне естественно стремится перед своими передать свои впечатления в образах которые своей силой должны соответствовать пережитым отсюда неизбежны преувеличения превращения всякой мелочи в громадные события изображения из себя и других каких-то сказочных чертах в виде титанов и героев вот и поэтому никогда ребята вот спрашивая ходить людей особенно из крестьянской например среды о том как что там вы жили они будут преувеличивать они будут недосказывать и очень часто просто врать банально потому что ему хочется чтобы его пожалели ему хочется быть воином и на помощь фантазии охотника неизмежно являются тигры людоеды медведи оборотни волки величиной быков моряк рассказывает про морских змеев про китов величиной с острова про волны достигавшие небес и в глазах воина точно так же один убитый враг превращается в целый полчища гигантов а завоеванный лагерь в пышный город исполненный богатств и бесчисленных утех и так сказочная легендарная повесть делается могучим средством к тому чтобы прикрыть великолепным покровом фантазии дело убийства насилия грабежа богатырский эпос воспитывает молодых воинов воодушевлять старых вносить энтузиазм и бесстрашие туда где на деле так много чисто животного страха только мертвый не боится смерти и та же фантазия помогает украсить образ опоясанного мечом добродетелем присущим благородной щедрой великодушной силе и воинов и воин с значительной степенью оправдывает свою репутацию легкон нажитый еще легче расточается отнятая сила и у одних разбрасывается во имя тщеславия гордости или простого фанфаронства и другим сильный против сильных нежен и мягок по отношению к слабым ищущим его помощи и защиты сказка окружает воина и облагораживает его сказка есть его истинная атмосфера сказочной и фантастической становится все окружающее там где властвует воин выросший в атмосфере опасности и тревог неожиданных приключений непрерывных случайностей воистину если сорвать с воина романтизм останется лишь кровавый кулак звериный рев и грубое воевелитис воевейтис или как-то так вьетис не право а сила не доблесть а зверство а между тем именно отсюда грозит наибольшая опасность так как воинская доблесть в конце концов измеряется победой а последняя единоличная или коллективная силой причем слишком часто недостатки силы заменяются хитростью и коварством отсюда естественно что не только доблесть но только хитрость и насилие становятся преимущественными кандидатами на венец воинской славы на хитрость и насилие в свою очередь могут быть ну а хитрость и насилие в свою очередь могут быть орудием для целей ничего общего не имеющих с рыцарством или с честью правда сила здесь применяется не сама по себе но лишь как доказательство доблести сильного на суде божьем на поединке с врагами однако это доставляет простор применению силы как таковой и это особенно замечаем мы в области так называемого кулачного права прежде всего совершенно ошибочно представление этого права как право голой силы кулак здесь есть лишь выражение мужества мощи и доблести рыцаря кулак есть орудие всякого свободного человека в защите им своей личной воли символ его закона и самозащиты основание его прав на призвание социальной ценности в обществе храбрых и сильных борьба предшествует мирному договору кулак и зажатый в этом кулак меч есть критерий то есть кулаке по которому определяется удельный вес договаривающихся сторон при определении их отношений этот кулак держит не только меч на падение он становится оружием справедливости когда делается мстителем за насилие и поруганную честь он становится последним прибежищем воина когда тот чтобы спастись от позора вонзает его в свою собственную грудь ну так называемая харакилья уже не родовая честь является здесь предметом отмщения но личное достоинство всякого человека поруганного или оскорбленного ну слово пацана вспоминайте тоже момент когда пришел Вова Адидас и всех там перестрелял и главного там убил за поругание над девочкой хотя тот поруганный получил наказание лишь уже в самом конце всего сериала от этого нового испеченного комсомольца принцип высшей справедливости и начало карающего возмездия требует смерти не только за смерть но и за всякое унижение тех кто должен по правилу быть без страха и упрека но такой воин умеет казнить не только других но и самого себя в удивительный институт Сипуку или Харакири выработался японский обычай самоубийств на почве чести когда вскрытием внутренностей перед самой смертью рыцарь обнаруживал всем как чисто и незапятненно его душа и этот кулак воина и мстителя далеко не есть привилегии одного только знатного класса не надо забывать что в эпоху рыцарства и феодализма меч был доступен не только кулаку рыцаря но и горожанина из свободного хлебопашца а меч противопоставленный другому мечу держал в известной гармонии и равновесии отдельные социальные силы но само собой разумеется так могло продолжаться лишь до тех пор пока не было кулака опирающегося на наемных солдат так было лишь там где была свобода перехода воинам от одного господина к другому а силы этих господ были более или менее направлены и находились опять таки в вечной борьбе друг с другом так получалось колебающаяся но тем не менее гармоничная система на этом я заканчиваю первую часть надеюсь вам было интересно все это послушать дальше мы еще углубимся в рыцарство и в органическое так сказать общество на своей шкуре это все испытаем полазим там поплаваем будет я думаю интересно благодарю всех за внимание сила в пролетарской правде в пролетарской